Эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Еще у 52 жителей региона выявили коронавирус. Из них 8 человек заболели в Самаре, 6 в Тольятти, 2 в Безинчукском районе. По одному человеку заразились в Сызрани, Чапаевске, Волжском и Соклинском, Кенель-Черкасском и Красноармейском районах. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Отмечу, что наметилась новая тенденция. Все меньше заразившихся выявляют из круга контактных. За минувшие сутки таких случаев всего три. Два в Самаре и один в Кенель-Черкасском районе. Большую часть заболевших нашли среди тех, кто лечился от ОРВИ и пневмонии. Оставшиеся случаи заболевания обнаружили при проведении профосмотров. Таким образом, получается, что всего с начала пандемии коронавирус выявили у 6389 жителей Самарской области. Стоит отметить, что сейчас от инфекции вылечились уже больше половины, а именно 4146 человек. Только за сутки выписано 85 пациентов. Все они получили от врачей необходимые медицинские рекомендации и уже отправлены домой. Увы, но выросло и число жертв коронавируса в регионе. Их стало 77. Не смог справиться с новой инфекцией еще один наш земляк. Это мужчина 59 лет. У него не было никаких сопутствующих заболеваний. Снова сядут за парты. В Самаре рассказали, как будут учиться школьники с 1 сентября этого года. К новому учебному году готовится более тысячи образовательных учреждений. В некоторых идет ремонт, везде закупают дезинфекцию. Ведется поставка техники в 42 центра, точек роста в 21 мини-технопарк, а также в 101 школу, где будет создана цифровая образовательная среда. До этого в Минобре заявляли, что даже речи не идет о продолжении дистанционных занятий, хотя в целом это был полезный опыт. Не исключено, что его будут использовать в дальнейшем. Государственный кэшбэк. За отдых в Самарской области туристам вернут до 15 тысяч рублей. В специальную программу вошли 45 регионов страны, в том числе и наш. Таким образом можно будет увидеть все красоты огромной России. Отправляясь в путешествие и покупая путевку у туроператора стоимостью от 25 до 75 тысяч рублей, государство вернет от 5 до 15 тысяч рублей соответственно. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства. Вот только чтобы получить возврат средств, есть несколько простых условий. Во-первых, нужно оплатить путевку через платежную систему МИР. Во-вторых, продолжительность тура не должна быть меньше пяти дней. Программа распространяется на четыре вида туризма – водный, экологический, сельский и культурно-познавательный. В Самаре перекрыли Молодогвардейскую. Коснулась эта участка дороги от улицы Маяковского до Ярмарочной. Это связано с коммунальной аварией. Дома номер 152 и 154 по Галактионовской остались без холодной воды. После отключения к ним должны были отправить бойлер. Коммунальщики будут устранять повреждения водопроводной линии. Сколько времени займет ремонт, пока не уточняется. Стоит напомнить, что 19 июля произошла утечка на улице Мичурина. Там тоже перекрыли движение, а троллейбусы и автобусы пустили в объезд. Произошел технологический сбой на водоводе. Затопило всю проезжую часть, однако за ночь воду откачали. Известно, что повреждена была труба диаметром 1000 мм. Была вскрыта проезжая часть, воду в ближайших домах не отключали. Отдых под ключ. Целый ряд различных направлений будет включен в новый комплексный туристический проект «Открытая Самара». Его реализуют в рамках соглашения о взаимодействии между правительством региона и крупнейшей российской компанией, осуществляющей железнодорожные перевозки. Уже пять лет «Самара» является пилотным регионом по развитию туризма данного вида. За это время реализовано множество интересных идей, среди которых проекты «Вагон знаний», «Поезд на пленэр», «В театр лучше поездом» и другие. Первые туры в «Самару» в рамках нового проекта планируются уже в августе. Все это, по мнению правительства Самарской области, способствует увеличению туристического потока. Это сотрудничество для нас является стратегически важным и перспективным. И вот сегодняшнее наше подписание, оно имеет под собой не только замыслы, которые у нас, безусловно, есть смелые и содержательные, но и серьезную основу. Уже реализовано очень много проектов, которые заслужили внимание и на федеральном уровне, становились победителями самых различных конкурсов в сфере туризма. В Самаре ввели штрафы для водителей, паркующих машины у мусорных контейнеров. Соответствующий документ уже опубликован. Придется заплатить штраф, если автомобиль препятствует уборке территорий или очистке крыш от снега и наледи. Если из-за припаркованной машины мусоровоз не сможет подъехать к площадке, тоже накажут рублем. Известные размеры штрафов. Для физических лиц от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных от 10 до 30 тысяч. Юридические лица могут быть оштрафованы от 30 до 50 тысяч рублей. Грибок на стенах и постоянный удушливый запах. С такой проблемой столкнули жители второго подъезда дома номер один по переулку штамповщиков. Об очередной коммунальной беде из жизни самарцев в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Вот у нас кровли, вот все в грибке, полностью стена. Подъездная стена сыпется, то есть скоро она, кирпичи прямо вот так вот отваливаются, козырек, стены все черные. Местные жители сразу же приглашают нашу съемочную группу на экскурсию в подъезд. Подышать. Грибок и плесень стали давно их соседями, сетуют люди. Воздух невыносимый даже в квартирах. Летом можно хоть как-то проветрить. Зимой – караул. Люди задыхаются в прямом смысле слова. Мне тяжело заходить в подъезд и подниматься. Я живу на третьем этаже, мне тяжеловато, потому что я начинаю задыхаться. Это слишком сильно такой влажный, тяжелый для меня воздух. И я боюсь за свое состояние здоровья и за своих тоже близких людей, которые проживают в данном подъезде. В подъезде номер два по адресу переулок штамповщиков дом один. Ремонта не было почти четверть века, рассказывают местные жители. И ладно бы внешние состояния. Для людей главное уже – здоровье не подорвать. То есть стена с пятого до первого этажа в таком сыром состоянии – это сейчас лето. Так как в подъезде срезаны все батареи и стояки, к осени подъезд будет совсем сырой. Стена не сохнет абсолютно круглогодично. Зимой здесь вообще полностью все отмораживается, замораживается. По словам местных жителей, они обращались во все возможные инстанции. В том числе в свою управляющую компанию. Везде слушают, сочувствуют и даже обещают помочь. Вот только результата нет никакого уже много лет. Александр Семенов, Дмитрий Лукин, СТВ. Страшный сон для самарских футбольных болельщиков вновь оказался явью. Крылья Советов напрямую вылетели из Премьер-лиги. Команда теперь будет выступать дивизионом ниже в Футбольной и Национальной лиге. Остаться в элите у нас была возможность. Только не благодаря хорошей игре и набранным очкам, а за счет другого клуба. Подмосковные «Химки», которые заняли второе место ФНЛ, искали дополнительные средства для выступления в главном чемпионате страны. Однако министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что необходимые средства найдены. «Химки» идут в Премьер-лигу. Стоит напомнить, Крылья Советов не первый раз опускаются в ФНЛ. Служебная проверка в отношении сотрудников полиции, задержание пьяного водителя в Поквестнево и ДТП с пострадавшим в Самаре. Обо всем по порядку в обзоре происшествий. Один человек пострадал в результате ДТП в советском районе Самары. Авария произошла в ночь на среду на улице Гагарина. По данным инспекторов ГИБДД, 27-летний водитель ВАЗовской Гранты не справился с управлением, и машина протаранила легковушку, стоящую на обочине. В результате столкновения ее водитель, это 54-летний мужчина, получил травму, и его доставили в больницу. В Поквестнево в ходе рейда полицейские задержали нетрезвого водителя. ВАЗовскую десятку попытались остановить на одной из улиц. Требования сотрудников ДПС водитель проигнорировал и нажал на газ, и попытался скрыться. В ходе погони он неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения. Через несколько минут с помощью второго экипажа полиции нарушителя все же удалось остановить. Позже экспертиза показала, что 24-летний водитель был пьян. В Самаре в отношении сотрудников Средневложского линейного управления МВД на транспорте назначена служебная проверка. Их подозревают в избиении человека. По предварительным данным, полицейские необоснованно применили физическую силу. По отношению к гражданину, уголовное дело возбудили по статье «Превышение должностных полномочий». Творческие подразделения Самарского академического театра оперы и балета в этом году пополнятся новыми артистами. Уже состоялся набор в балетную труппу, идут прослушивания солистов оперы. Заявки продолжает принимать хор. Тем временем в театре уже начались репетиции. Уже в сентябре театр откроет 90-й юбилейный сезон. Подробности в нашем сюжете. Хор Самарского театра оперы и балета готовится к юбилейному сезону. А в Амарии так будет называться новая программа, в рамках которой произведения будут исполнены в разных жанрах. За последние несколько месяцев это первая репетиция хора в полном составе. От этого артисты немного волнуются. Мы с нетерпением ждали открытия театра. Ждали, когда нас спустят в наш родной театр, любимый театр. Мы готовы работать, готовы отдавать себя во благо искусства. Пока театр открыт только для сотрудников и артистов. А уже в сентябре здесь планируют принять гостей. 90-й юбилейный сезон обещает быть ярким и интересным. Он будет богат на премьеры. Зрители смогут увидеть балеты «Штраусиана», «Болеро» и не только. Состоится премьера оперы «Руслан и Людмила», а также оперы «Балмаскарад». Порадуют и юного зрителя премьерой детской оперы «История Кая и Герды». Кроме того, в сентябре хор театра оперы и балета примет участие в фестивале искусств имени Дмитрия Шостаковича. Мы готовим оперу Шостаковича «Леди Магмин» Пациентского уезда. Это серьезная хоровая работа, это большая опера. В общем-то, это, пожалуй, и визитная карточка нашего театра. Поэтому мы серьезно готовимся к этой работе. Для нас это очень интересно, перспективно. Важно и то, что в этом году творческие подразделения Самарского академического театра оперы и балета пополнятся новыми артистами. Уже состоялся набор в балетную труппу, идут прослушивания солистов оперы. Заявки до 10 сентября продолжает принимать хор. Павел Баймаков, Олег Галочкин, СТВ. На регион надвигается сильный ветер и гроза. Объявлен желтый уровень погодной опасности. При этом в среду воздух разогрелся до 30 градусов. Грозу пока не обещают еще и на четверг. Днем воздух остынет до 28 градусов тепла. Также стоит напомнить, в ночь на пятницу похолодает до 11 градусов, а днем потеплеет до плюс 27. На этом у нас все. Далее прогноз погоды, интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gveslimansky.ru. Смотрите и читайте наши новости в группе ВКонтакте. На ваших экранах QR-код, сканируйте его камерой приложения ВКонтакте. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»